Мы на пороге в Норильске. За этой стелой сейчас не просто крупный промышленный центр. Здесь развивающийся и живущий полной жизнью северный город. В нашем небольшом путешествии мы увидим большую стройку, которая уже идет, познакомимся с норильчанами, а также побываем на известнейшей достопримечательности Таймыра, плато Путарана. Как это жить на севере? Давайте узнаем. Норильск сегодня напоминает большую стройку. Куда ни посмотри, почти на каждой улице возводят новые здания или реставрируют уже существующие. Все это часть программы реновации. В планах до 2035 года десятки новых многоквартирных домов, два детских сада, школы, поликлиника и не только. Возводить и содержать здания на севере совсем не то же самое, что, например, в Красноярске. Норильск построен на многолетнемерзлых грунтах. Сваи здесь буквально вмораживали в землю. Грунты не всегда стабильны и со временем на определенных участках могут возникать зоны растепления. Для фундамента такие изменения недопустимы. Важно следить, чтобы температура оставалась в нужных значениях. Для этого дома оборудуют специальными датчиками. У нас в технических подполях пробуривается скважина. Скважина, как уже ранее я сказала, глубиной не менее глубины заложения сваи. В эту скважину мы оборудуем термометрическую трубку. Это все должно быть герметично, чтобы ни в коем образе в эту трубку не попадала вода. То есть дно у нас герметично заваривается, все стыки хорошо провариваются. Потом эту термометрическую кассу мы подключаем через специального провайдера интернета. То есть это может быть любой провайдер. И подключаем, и идут все данные на сервер. Сервера информация поступает на термокарту. Пока на ней 78 многоквартирных домов. Если точка зеленая, значит с грунтом под домом все в порядке. Желтое зафиксировано подтепление и на состояние грунта и фундамента надо обратить внимание. Красное есть риск перехода дома в аварийное состояние. И если ничего не предпринять, возникает угроза обрушения. В будущем будут приниматься экстренные меры по выселению, расселению жильцов и здания. Просто будет угроза обрушения строительной конструкции. То есть чем чревато это? Если свая не в мерзлом состоянии, она просаживается в талых грунтах. То есть у нее есть осадка. И за собой на нее уже нагружено очень много строительных конструкций. Понимаете? То есть свая. Но самый несущий элемент это все-таки свая. На сваю идет ростверк, потом идут плиты цокольного перекрытия, потом пошли стены, перегородки и так до кровли. Собираются-собираются нагрузки и каждая свая имеет свою определенную нагрузку. И я вас уверяю, что из-за одной сваи мы выселяем целые дома. Мониторинг почвы и оценка рисков, связанных с поведением мерзлотных земель, часть программы реновации Норильска. Систему запустили в 2021 году. И если бы она существовала раньше, в Норильске, вероятно, не сравняли бы с землей исторические здания на перекрестке улиц Павлова и Богдана Хмельницкого. Сейчас на месте домов пустырь. Начальник управления реновации администрации города Норильска Олег Смирнов рассказывает, сохранить здание было уже невозможно. Он просто начал разваливаться. То есть он был построен очень давно, эксплуатировался в наших суровых условиях гораздо больше того срока, который был ему отведен. И, соответственно, был признан непригодным для жизни граждан, был признан аварийным и в связи с чем был расселен и демонтирован. В этом году на месте аварийных сталинок по программе реновации Норильска начнут строить современный дом. При этом решено воспроизвести исторический фасад, максимально сохранить, что уже было или есть, одна из главных целей реновации, говорят авторы программы. Мы уделяем внимание не только домам, которые нужно стести, но и очень большое внимание уделяем тем объектам, которые, возможно, можно сохранить. Вот за моей спиной находится дом. Мы видим, что на нем имеются трещины. Дело в том, что частично происходит растепление и просадка, растепление грунта и просадка фундаментов, в результате которых трещины появились. Но принято решение провести так называемое мероприятие по термостабилизации грунтов, которые восстановят грунт в том виде, в котором был спроектирован фундамент, когда рассчитывалась его несущая способность, и этот дом будет сохранен. Но реновация – это не только про сохранение уже существующего. В Норильске возводят и новые здания. Вот стройплощадка будущих жилых домов на улице Лауреатов. Раньше здесь стояли девятиэтажки, гостиничного типа, тоже аварийные. Подготовку к строительству начали в сентябре 2022-го, и уже идет сборка каркаса. На этом месте появятся два шестиэтажных дома. Сдать их планируют к концу 2024-го. Работы, несмотря на сложные северные условия, идут по графику. Сваенное поле вот на этом доме мы начали делать в конце прошлого года. И у нас в январе и феврале стояли 40-градусные морозы, иногда даже ниже. Иногда это сопровождалось очень сильным ветром, штормовым. Но все равно мы продолжали работать. Техника не выдерживала, а вот люди выдерживают. Что-то построить здесь, это не то же самое, что, например, в Красноярске. Это совсем другие условия. Каждый гвоздь мы должны привезти рекой, либо Енисеем, но это опять же только в период летней навигации, либо северным морским путем, ну, например, с Мурманска, что на самом деле обходится очень даже не дешево. Программа развития Норильска реализуется по четырехстороннему соглашению. Его подписали Норникель, город, край и федеральный центр. Общая стоимость программы оценивается в 120 миллиардов рублей, из которых две трети более 81 миллиарда выделено Норникелем. Соглашение подписали не так давно, в 2021 году, но первые результаты реновации уже видны. В следующей серии продолжим знакомиться с теми, кто стоит у истока в перестройке северного города и узнаем, каких сил и ресурсов все это стоит. Алена Кузнецова, Сергей Токарев, новости ТВК из Норильска.